многие даже подумать не могли что в этом году компания huawei возьмет и удивит так удивит весь техномир начала года пышет новинками в стане смартфонов китайского бренда дело даже не в том что их стало действительно много а в том что почти все годнота сегодня я хотел бы с вами поговорить об одном из флагманов компании который не продается официально в россии но дает глубокое представление того что китайцы реально монстры в хорошем смысле слова речь пойдет о моей 10 pro этакий ноут по-самсунговски в плане размеров в мире huawei я пользовался смартфоном долгие два месяца и имею полное представление что это за гаджеты со стороны юзабилити и со стороны работы камер и удобства использования начнем по привычке с внешнего вида устройства а вы знаете да наверное знаете что это пять шесть семь слоев стекла использованного для создания задней стороны смартфона и смотрится и ощущается это по-богатому на тесте серая графитовая расцветка экстерьер у этого представителя преуспевающего бренда то что надо мне понравилась горизонтальная область на уровне камер из-за своей какой-то изюминки и элегантности спереди сплошной новомодный экран 18 на 9 и только в самом низу надпись чтобы вы не забывали каким смартфоном вы пользуетесь покатать краев устройства позволяет вам удобно и главное уверенно держать его в руке вес 178 грамм касаемо эргономики вопросов вообще никаких нет да действительно удобен но факт остается фактом одной рукой полноценно использовать не получится хотя размеры 74 с половиной на 154 едва и толщина 7 9 миллиметров позволяют сказать что для таких размеров он вполне компактно спроектирован и сделан сканер отпечатка встроен в привычном месте сзади и работает ультра быстро экран один из самых важных моментов в любом современном гаджете с которым вы коммуницируете в каждый день по несколько часов и тут он 6 дюймов amoled 1080 на 2160 пикселей 24 бита с возможностью редактировать цветовые профили прямо из настроек amoled всегда имеет ряд преимуществ перед IPS но также надо знать о всех известных недостатках черный как всегда true черный а белый иногда зеленит при определенных углах но обычному пользователю этот экран покажется замечательным и насыщенным со всех сторон про углы обзора и пиксели тут и говорить не стоит все на очень приличном уровне воздушной прослойки нет изображения прямо на поверхности все как вы любите площадь занимаемая экраном составляет почти 82 процента что не может не радовать защищенное стекло от макак имеет хорошая леофобное покрытие которое кстати очень устойчивая сам смартфон вообще очень износостойкий хотя и красивый и хрупко выглядит по причине моей рукожопости я его нечаянно пару-тройку раз ронял так серьезно и как вы видите все с ним ок за эти деньги можно позволить купить себе многое среди топовых смартфонов даже iphone 10 если постараться и говорить или даже не так уговаривать купить именно мейт 10 про у меня задача не стоит хуауэй за такие деньги покупают истинные верующие компании хуауэй которым не надо объяснять все фишки и плюсы поэтому сравнение с конкурентами получается заранее проигранным да ребятушки вот такие пироги в этом плане хуауэй настолько уверены в себе что сами себе мастерят процессоры и не хотят коллаборировать ни с драконами ни с кем-то еще тут одни из самых последних наработок и это хуауэй хай силикон кирин 970 и 8 ядер сделанные по техпроцессу 10 нанометров в 4 по 184 и 4 по 236 гигагерц в паре с видеоядром мали g72 mp12 и 6 гигов оперативки ворочают все поставленные задачи на ура ну а объем памяти в 128 гигабайт хватит многим для всех потребностей владельца устройства игры на максималках не вопрос но все мы с вами знаем что камень от хуауэй еще пока не такой оптимизированный как его конкуренты ну и надо иметь ввиду что есть еще сопроцессор для искусственного интеллекта с машинным обучением отвечает пока только за фото но в дальнейшем говорят будет уметь много и станет совсем умным и захватит ваш дом я не игровой но пару игр запустил и они хорошо пошли о камерах хотелось бы не говорить а показывать на что они способны и так это основной модуль с обратной подсветкой 12 20 мегапикселей с апертурой f16 естественно с лазерным фокусом и двойной вспышкой фронтальная камера на 8 мегапикселей с апертурой 20 видео пишет вплоть до 4k но звук записывает на четверку с минусом камерами я остался полностью доволен я сделал с помощью этого смартфона очень много фото и видео сложно показать их все в одном обзоре но есть второй канал если что ссылка в описании там больше прав видео но все-таки велкам вообще если честно то возможности камеры в современных смартфонах от huawei не может не радовать примерами этому стала недавняя презентация p20 и p20 про с их зубодробительными возможностями фото и видео больная тема про софт на смартфонах huawei все так алиповато смотрится в 2018 году хоть компания и старается сделать очень похожий на apple ios софтовый клон на стероидах получается не очень и за что и нужно ругать компанию так это засов вроде android последний вроде не лагает почти но почему-то бесит в целом не получалось так чтобы я не установил лаунчер на мой вкус и хоть как-то радовался интерфейсу android huawei пожалуйста я знаю что вы смотрите мои видео остановитесь и перестаньте делать что-то похожее на конкурентов сделайте свое например совершенно перерисованное отдельно хотелось бы отметить звук я первый раз столкнулся с тем что пользуюсь смартфоном без входа для наушников то что я услышал через разные bluetooth наушники конечно же не привели меня в какой-то аудиофильский шок но я был приятно удивлен качеством звучания все достойно и создалось впечатление что компания производитель постаралась угодить всем и отредактировала звук так чтобы он понравился многим по всем параметрам высокие низкие частоты на должном для них уровне середина не сваливается в аудио мюсли если вы понимаете о чем я вообще звук дело всегда очень субъективное понравилось как реализовано стереозвучание в паре основного динамика и того который отвечает за звук во время разговора при этом это отчетливо слышно когда меняешь ориентацию просмотра экрана с вертикальной в горизонтальную прям отчетливо прям слышно как меняется звук модули связи все самые современные двухдиапазонный вай фай прокачанный bluetooth поддержка всех частот lte 2 наносим карты и все стандарты навигации качество связи тоже может похвастаться своей стабильностью надо не забыть сказать про то что есть защита по стандарту ip67 это хорошо но ни разу мне не пригодилась касаемо энергоэффективности батарея на 4000 миллиампер час дает примерно 5-6 часов работы экрана в моем случае вечером всегда оставалось 25-35 процентов из этого можно сделать вывод что на пару дней в обычном использовании это золотой стандарт цена это конечно да а док прям около 50к в рублях или сами посчитайте сколько в евро или афро тугрик ах я уже говорил что за эти деньги вы можете купить себе почти все на рынке смартфонов там например пачку сяоми redmi для всей семьи или например топовый samsung и так далее но это huawei и 6 дюймов и стоят они дорого смотрятся красиво и сделаны для истинных ценителей брендов и форм-фактора пора говорить о выводах они неоднозначны потому что надоело хвалить huawei а приходится говорить правду и тут круг замыкается правды то не скроешь это дорого красиво большие размеры крутые камеры новомодный вытянутый экран крутая батарея за все время использования смартфона я к нему привык очень но нет ощущения что это мой смартфон по духу и вообще в целом наверное уже просто замылился глаз в этом плане не хочется вам втирать про то что этот смартфон создан изменить ваш мир и вообще делает все вокруг прекрасным нет это далеко не так это просто смартфон а я просто им пользовался и рассказываю вам чтобы понять философию хуавей через призму май 10 про надо стать одним целым с huawei май 10 про осознать всю неотвратимость бесподобие дизайна и сверх уровень фото возможностей надо было бы сказать так но это полный булшит еще раз скажу это просто смартфон один из лучших смартфонов что когда-либо делала компания huawei просто смартфон ребята просто за 50000 рублей просто с превосходной камерой просто красивый и так просто поставить палец вверх этому видео поделиться им с друганами в соцсетях и нажать на колокольчик чтобы не пропустить просто чтобы не пропустить ничего нового ты супергерой если досмотрел до конца и просто напиши об этом в комментариях давайте посмотрим сколько нас таких подписка шеркс спасибо за просмотр просто спасибо совсем скоро увидимся всего доброго пока пока спасибо за просмотр! и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok